Пушкин Пушкин Для растопки лучше всего брать сухие березовые дрова. Угли и березы дольше хранят жар и передают блюдам особый дух, подчеркивая очарование простой, но очень вкусной еды. Нужно растопить печь, дождаться, пока поленья прогорят, и от углей пойдет тепло. И только после этого ставить в недра печи подготовленные продукты в специальной посуде. Но обо всем по порядку. Я попробую приготовить несколько блюд в русской печи, которые Александр Сергеевич Пушкин наверняка отведывал, когда бывал в этих местах. Рецепты этих блюд хранятся неизменными вот уже несколько веков. Ну а поможет мне готовить повар пятого разряда Денис Орлов. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить луковый суп, русскую картошку, судака запеченого и оладушки кабачковые. Итак, Денис, с чего мы начнем? Будем начинать готовить с лукового супа. Лукового супа. Хорошо. Какие ингредиенты туда входят? Картошка, соль, лучок, лавровка. Так. Мясо какое-то? Свинина. Свинина будет как шкварки. Будем дожаривать. Я так понимаю, что главный ингредиент здесь все-таки, наверное, шкварки, да? Потому что без них суп не получится таким вкусным. Хорошо. С чего нужно начинать? Порежем картошечку. Прелесть крестьянской кухни в ее простоте. Все, что было у хозяйки в то или иное время года, и шло на стол. Но простая еда на Руси всегда была вкусной. В чем секрет? Это я и надеюсь узнать. Мы порезали картошку крупными кубиками, кинули ее в чугунок, куда предварительно налили воды, чуть-чуть посолили по вкусу и поставили в печь. Пока у нас варится картошка, я думаю, что мы перейдем к следующему блюду, который называется картошка русская. Денис, что у нас входит в блюдо картошка русская? В блюдо картошка русская входит картошка, мясо, лук, морковка и специи. И специи. С чего мы начнем? С картошкой. С картошкой. Я так понимаю, что в этом чугунке мы будем это делать, да? А почему именно в чугунке? Потому что другая посуда не выдержит температуру печи. Русской печи. Она такая жаркая, что кроме чугунка ничего не подойдет. Если луковый суп мог быть повседневным блюдом, то это рецепт праздничный. Мясо в том виде, в каком мы привыкли его видеть на прилавках, у крестьян было только в период забоя скота, осенью. В остальное время чаще всего использовали сало. Его могли хранить целый год. Но на праздничный осенний стол в чугунок с небольшим количеством воды на картошку клали куски парного мяса. Свинина, например, лук и морковь. Все почти в равных пропорциях, слой за слоем. Чуть-чуть воды и специи. А потом перемешать. Мешать просто, чтобы все превратилось, ну не слоями лежало, чтобы все было по-разному. Все хорошо перемешиваем. Так, что у нас там с луковым супом? Еще посмотрим. Кстати, надо заметить, что главный секрет русской кухни, деревенской кухни, это сама печь. Русская печь, она является, собственно говоря, шеф-поваром. Что у нас там с супом? Он еще не закипел, да? Суп, наверное, ставим обратно, да? Угли березовых дров, правильно сложенный печик, которая и держит жар до нескольких часов, вот один из главных секретов вкуса простых блюд. Картошка для лукового супа еще не готова, пока не будем ее вынимать. Тем временем туда же, в жаркие объятия печки, отправляется чугунок с картофелем и мясом. Но раз уж мы готовим по-настоящему праздничный стол, у нас есть еще над чем потрудиться. Итак, картошка с луковым супом у нас в печи. Что мы делаем дальше? Судака. Отделим филе от костей. Он уже очищенный, да? Да. Судак – хищная глубинная рыба. Любит быстрое течение и чистую воду. На Псковщине в реках ее много и сейчас, а в 19 веке это был один из основных трофеев рыбного промысла. Но на стол судака тоже подавали чаще в праздничные дни. Пока Денис выполняет достаточно сложное для непрофессионала действие, отделяет филе рыбы от костей, я нарезаю лук колечками. Филе вы разрезали на кусочки, да? Да. Куда мы все это будем складывать? На сковородочку. На сковородочку. Сковородочка тоже чугунная? Да. Маслом нужно полить? Маслом маленько. У вас здесь два вида масла, да? Я вижу, каким. Рафинированным. Да. Это подсолнечное? Да, подсолнечное масло. Выкладываем лук. Лук? Колечки лука выкладываем на уже промасленное дно сковородки. Теперь судака. Судака мы не солим, не перчим, никакие специи не добавляем. Шкуркой вверх. Чтобы мясо, я так понимаю, пропиталось. Угу. Взбиваем два яичка. Угу. Так как речная рыба суховата вообще, а судак не имеет своего ярко выраженного вкуса, нам понадобится соус, в котором мы будем запекать рыбу, и который сделает вкус блюда насыщеннее. Взбиваем два яйца. Добавляем несколько ложек сметаны, обязательно кладем ложку хрена для душистости, и тщательно все это размешиваем до однородной массы. Затем смазываем судака этой заливкой, стараясь равномерно распределить ее по кусочкам филе. Это вкусная шапка, под которой рыба и будет запекаться. Судак как следует полит соусом, и теперь все блюдо отправляется в печь, где уже варится картофель для лукового супа, и тушится русская картошка с мясом. Ингредиентами русской кухни всегда являлись обычно те продукты, которые росли в огороде. Не зря до нас дошли поговорки, вот, например, одна из них, что в огороде поспела, то на стол успела. У нас поспел кабачок, поэтому мы можем сейчас приготовить традиционный русский десерт – оладушки из кабачков. Правильно? Кабачок на стол. Что мы делаем с кабачком? Чистим. Чистим. Кабачок – солнечный, радостный, душистый овощ. С ним на кухне всегда приятно иметь дело. А что, кроме кабачка, еще входит в состав оладушек? Входит сахар, соль. Мука. Мука. Сметанки. Если нет сметаны, то можно просто квашу положить. Вычистив сердцевину кабачка, мы приступаем к приготовлению теста для оладий. Прежде всего кабачок нужно измельчить на крупной терке. Кстати, этот овощ – диетический продукт. В нем высокое содержание клетчатки, калия, кальция и фосфора. Он очень полезный и вкусный. Денис, а вот скажите, пожалуйста, вот мне, честно говоря, кажется, что раньше в русской кухне все-таки изначально не было терок железных. На чем терли вообще кабачки? Ну, я не знаю, были ли железные, но, как я думаю, что, наверное, деревянные были. Деревянные, да. Ну, или их, возможно, просто мелко резали кабачки, а потом терли, не терли, а толкли ступи. Ступы же были. Потерли все, да? Достаточно вот этого, да, количества? Достаточно. Я так понимаю, что это у нас десерт, да? А десерт у нас подается к чаю, и поэтому мы будем добавлять туда сахар. Сахар. Он будет немножко сладковатый у нас десерт. Ну, сначала яичко добавим. Сколько сахара нужно добавить? Ложим по вкусу. Два яйца и сахар по вкусу. Каждая хозяйка знает, насколько сладкими должны быть ее оладушки. Сначала мы перемешиваем кабачки вместе с яйцами, с сахаром и щепоткой соли. Потом добавляем муку. Ну что ж, тесто, по-моему, у нас готово, да? Да. Денис, напомните, пожалуйста, что входит в состав теста для оладушек? Кабачок. Тертый кабачок? Да, тертый кабачок, сметанка. Сахар? Соль, сахар. Мука? Мука. Яйца? Яйца. Все. Все. Еще один маленький секрет. Наш шеф-повар, русская печь, которая уже почти приготовила несколько блюд, подогрела нам сковородку. Капнув немного масла, мы выкладываем на нее оладьи. Всего лишь из одного среднего по размеру кабачка получается четыре крупных оладушки. Места в русской печи много. Жар ровный. В печке всегда готовили сразу несколько блюд. Варили кашу, пекли хлеб, делали супы, тушили овощи. И все за один раз. Натопят печь как следует и приготовят еды для всей семьи на неделю вперед. Картошка сварилась. Теперь можно смело доставать ее из печки, чтобы продолжить приготовление лукового супа. Конечно, под чутким руководством Дениса. Я продолжаю знакомство с живописным районом Псковской области. Пушкинским заповедником. На его территории находится деревня Бугрово, где в трактире у мельницы можно попробовать блюда деревенской кухни. Сегодня в настоящей русской печи я вместе с поваром Денисом Орловым готовлю несколько блюд для праздничного крестьянского стола. В меню у нас луковый суп, русская картошка с мясом, запеченный судак, оладьи из кабачков и разносольная закуска. Для приготовления лукового супа мы нарезали пять картофелин, положили их в чугунок с водой и отправили в печь. Там же тушится русская картошка с мясом. Поверх крупно нарезанного картофеля мы положили куски свинины, добавили лук, морковь, специи и все тщательно перемешали. Также мы подготовили судака для запекания. Отделили филе от костей и нарезали его крупными кусками. На сковородку выложили лук, а сверху судака. Залили все соусом из яиц, сметаны и хрена и отправили в печь к остальным блюдам. Места там много и необходимого жара хватит на всех. Для десерта мы натерли кабачок, перемешали его с мукой, яйцом и сметаной, посолили чуть-чуть, по вкусу добавили сахар и готовое тесто вылили на чугунную сковородку. Оладьям тоже предстоит побывать в печи. Тем временем первая заготовка, картошка для лукового супа, уже сварилась. В чугунке отвар простой картошки со специями, но аромат потрясающий. А все печка, именно она добавляет тонкий печной дух любому блюду. Отвар мы пока отставим в сторону. Нужные ингредиенты мы вернем и добавим в него чуть позже. Итак, картошку мы достали из бульона. Ее нужно потолочь, правильно? Давайте вы мне покажете, а я пока вам дам сало, чтобы порезать наш кварт. Кстати, я хочу заметить, что сало нам нужно не только, чтобы суп получился вкусным, но также, чтобы он был сытным. Здесь у нас два вида сала. Одно перченое, другое соленое. В суп нам нужно соленое сало. Перченое нам нужно будет для крестьянской закуски, да? Да. Чтобы не терять времени, пока готовятся основные блюда, мы решили приготовить еще одно, дополнительное. Это крестьянская закуска. Ее не нужно подвергать горячей обработке, но именно она придаст нашему столу праздничное настроение. Именно потому, что сало, в отличие от парного мяса, было доступно в деревне весь год, луковый суп считался повседневной пищей. На одних углеводов и клетчатки жить невозможно, тем более быт крестьянский был тяжелый, работать надо было много. Так что жир и белок появлялся в рационе именно благодаря салу. Пока Денис профессионально его режет, я перекладываю толченую картошку обратно в отвар. Суп будет густой и очень ароматный. Кубики белоснежного сала отправлены в печь. Скоро они превратятся в золотистые шкварки. Картофельное пюре уже в отваре. Не хватает главного акцента. Суп почти готов, но он еще не совсем луковый, поэтому мы сейчас добавим свежий репчатый лук. Ну, а шкварки добавим уже прямо в тарелку. Денис, судак у нас готов? Готов. Оладушки? Готовы. Готовы. Все достаем и сейчас мы начнем готовить закуску по-деревенски. В рецептах старинной русской кухни салатов почти нет, зато закусок великое множество. Мы решили объединить несколько разносолов и приготовить крестьянскую закуску. Денис, скажите, пожалуйста, какие ингредиенты нам нужны? Ну, в первую очередь это сало соленое. Сало соленое. Грибочки. Грибочки. Огурцы. Угу. Помидорки. Капустка. Перец, сахар, соль, уксус. Да. Так, с чего мы начнем? Можете порезать сало, а я пока пушинкую капусту и лучше. Давайте. Сало соленое. Квашеная капуста была зимой главным источником витаминов для деревенских жителей. Но в случае, если квашеной капусты в доме нет, все, что было, съели, а новая партия квасится, можно капусту мелко нашинковать и вместе с морковью и щедрым количеством соли помять руками. Вообще, крестьянская закуска в трактире у мельницы – это своеобразный гастрономический экскурс в историю национальной русской кухни. Огурчики соленые, помидоры, сало, грибочки – все квасится, солится, маринуется здесь, по старинным рецептам. Рецепты взяты даже не из книг, а те, что достались от бабушек и прабабушек. Огурчики, помидорчики мы оставляем в неизменном виде, то есть мы их не режем, ничего, просто красиво выкладываем. Нет, режем тоже их. Тоже порезать нужно, да? И как крупно? Кружочками? На четвертинки. На четвертинки. Вдоль, да? Да. Помимо вкуса важно и оформление блюд. Крестьянскую закуску необходимо красиво разложить на продолговатую тарелку. Аппетитные зеленые огурцы, красные помидоры, белоснежное сало, желтая капуста и зелень – все это яркая палитра праздничного стола. Крестьянская закуска готова. Пришло время проверить, готова ли русская картошка. Денис? Еще проверим. Готово. К столу. Такой стол могли накрывать и на свадьбу, и на церковные праздники после поста. Помимо закуски, здесь и первое – суп луковый, и две смены второго блюда – рыба и мясо с картошкой. И десерт – оладьи из кабачков. Очень сытно и вкусно. Настоящий праздник. Мы приготовили праздничный деревенский обед. Осталось заварить вкусный чай. Денис, я знаю, что вы знаете рецепт особо вкусного чая. Может быть, поделитесь секретом. Делюсь. Что у вас здесь в баночках? Мята, мелис, чабрет, листья черной смородины и заварка. Черный чай. Да, черный чай. И как это нужно все заваривать? Я так понимаю, что нужно прямо туда все закидывать, да? Секрет хорошего чая – чистая вода и правильно подобранный состав трав. Все эти травы растут здесь, на Псковщине. В нужный момент их собирают, правильным образом высушивают и добавляют в заварку. Тоже традиция и тоже древняя. Щепотка мяты. И лист черной смородины с чабрецом. Одна листечка, два. Ммм, пахнет очень вкусно. Я думаю, что через 5 минут чай будет готов, а пока можно приступить к обеду. Александра Сергеевича Пушкина часто приглашали в деревню на празднество. Он был зван на свадьбы, на крестины. И, конечно же, его приглашали к столу. Простая, но удивительно вкусная деревенская кухня, блюда из русской печки радовали великого поэта, а теперь радуют и нас. Музыка. 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 Музыка.